Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Мы с вами на прошлой лекции начали такую достаточно интересную тему, которая посвящена вопросам, которые не связаны напрямую с биологической эволюцией человека, а, скажем, с теми различными проблемами, которые витают вокруг вот этой проблематики. На прошлой лекции мы с вами говорили о проблеме реликтового гоминида, о проблеме, существуют ли в настоящее время некоторые примитивные формы человекообразных существ, которые, возможно, имеют какое-то отношение к общему стволу эволюционного древа человека. То есть, получается, из-за того, что эволюция человека, она сейчас смотрится не слишком идеально, получаются очень большие дыры, и вот эти дыры пытаются как-то заполнить? Ну, даже, наверное, не так. Или какие-то выдумки, собственно говоря. Ну, даже, наверное, не так, что вот эти дыры пытаются заполнить снежным человеком, а пытаются найти, где вот, собственно говоря, место этого снежного человека вот в ряду самого эволюционных последовательностей, приведших к формированию современных людей. Мы говорили, что если снежный человек существует, то, скорее всего, это какая-то тупиковая ветвь, которая отошла на ранних этапах формирования общей линии вообще человекообразных обезьян. Это, вполне возможно, какая-то крупное человекообразное существо, либо относящиеся вот к группе, допустим, мегапитеков, так называемых, то есть это ранние человекообразные обезьяны, либо какие-либо другие реликтовые формы гоминидов, которые, возможно, опять-таки, подчеркиваю, возможно, сохранились до наших дней. То есть это, скорее, даже больше обезьяны, чем люди в данном случае. И нужно сразу отметить, что снежный человек — это не как неандерталец. Да, поскольку, опять-таки, ряд исследователей склонно считать, что, скорее всего, снежный человек — это дожившие до нашего времени неандертальцы, это, в общем-то, действительно такое мнение может иметь место, поскольку неандертальцы и кроманьонцы достаточно длительно существовали друг с другом. То есть вот такое вот происходило со существованием друг с другом, такой взаимообмен где-то. То есть вполне возможно, что неандертальцы не были до конца вытеснены с кроманьонцами, а вытеснены вот куда-то в какие-то такие условия, где кроманьонцы не живут. Ну, мне, например, ближе всего идея, которая базируется прежде всего на том, что вот эти снежные люди обитают во многих регионах земного шара. Мы с вами знаем, что они встречаются и на севере, в Тундровой, и в Таёжной зоне. Они встречаются в зоне широколистных лесов, они встречаются и в Северной Америке, встречаются они и в Евразии, они найдены на Кавказе, они найдены на Тибете, они найдены в Тайге. То есть их достаточно большое многообразие, причем, как показывают очевидцы, которые с ним сталкивались, внешний облик этих снежных людей может быть достаточно разнообразный. То есть если это Тибет, то это крупные, почти что под 2 метра ростом существа, с очень высоким, как мы на прошлой лекции с вами видели, гребнем на голове, покрытые достаточно густой шерстью, потому что обитают в таких условиях снегов. Если это, допустим, горы Кавказа, то там даже известны случаи, что самка снежного человека жила среди людей и даже приносила потомство, это потомство даже какое-то время жило. Если это по Волжье, где тоже ходят легенды о существовании снежного человека, это тоже существо, скажем, значительно более напоминающее человека, чем те же самые снежные люди с Тибета. Поэтому мне, например, кажется, что в каждом конкретном случае мы, возможно, имеем дело с различными группами вот этих реликтовых гоминитов. Вполне возможно, например, европейская часть, где тоже самое Кавказ или по Волжье, может быть, это какие-то формы близкие к неандертальцам, может, примитивные неандертальцы, которые были вытеснены в такие своеобразные природные рефугиумы, то есть места, которые были труднодоступны для кроманьонцев. Но при этом, если говорить об облике неандертальцев, то неандертальцы, они, в принципе, были массивными, в общем-то. Даже была такая шутка, когда просто сконструировали неандертальцы и, допустим, дали ему шляпу современного человека, одели в костюм и, в общем-то, поместили этот рисунок в газету, в английскую газету. И, соответственно, с подписью, что вы думаете об этом джентльмене. И, в общем-то, люди, которые смотрели на этого неандертальца, такого осовремененного, говорили о том, что такого и с таким человеком они встречаются достаточно часто. Обычно связывали это с пивными ларьками. Но, если мы будем говорить о снежных людях, то, скорее всего, они не имеют облика неандертальского. То есть они обросшие шерстью, они, скорее, даже напоминают нам каких-то ранних гоминид. Ну, тут я с вами не соглашусь, потому что, как раз, если мы возьмем представления такие полулегендарные, и в том числе и, так сказать, свидетельства, которые были записаны из Казани, которые были записаны из европейской части страны, именно там, где происходит активная гибридизация между снежными людьми и непосредственно человеком современного типа, то там внешний облик вот этих диких людей, он очень похож на описание именно вот реконструкции современных реконструкций неандертальцев. Это коренастые люди с редким волосяным покровом. Действительно, очень напоминают людей, только скошенный лоб, достаточно выраженный от бровной дуги, массивные челюсти, но при этом действительно очень напоминают людей. И сильные физические. И сильные физические, совершенно верно. Как раз характерны для неандертальцев, поскольку они были Конечно. А если мы возьмем описание того же самого снежного человека из более восточных областей, того же самого Стибета, Сибири, то там уже появляется и гигантский рост, и, соответственно, очень ярко выраженный волосяной покров, и ярко выраженный, собственно, гребень на голове, который характерен для многих современных приматов, например, для самцов гориллу, которым как раз к этому черепному гребню и крепится мощная жевательная мускулатура, обеспечивающая вот такое растительноядное питание современных видов горилл. Поэтому, мне кажется, может мы имеем дело с совершенно разными видами, которые по совершенно разным причинам сохранились в реликтовом состоянии на каких-то конкретных очень локальных территориях. И вот эти встречи с ними время от времени и рождают вот такой очень разнообразный спектр вот таких сообщений о встречах со снежным человеком. Потом нужно еще и отметить, что в фольклорах многих народов как раз прослеживается встреча именно с волосатыми людьми. Там, если это может быть лешие различные, то есть у нас в данном случае, это могут быть другие какие-то, но вот именно волосатые люди, которые напоминающие с одной стороны нас, но покрыты волосиным покромом, живущие вдалеке от человека, то есть боящиеся его, и обладающие при этом достаточно с физической силой. Ну, так или иначе, эти люди, скорее всего, существуют, как нам кажется. Это реликтовые формы некоторых таких животных, точнее не животных, или людей, если мы хотим их относить уже к человеку, которые дожили до нашей дни в очень локальных местных условиях и, в общем-то, изучение которых без всякого сомнения представляет колоссальный интерес для науки. Да, но при этом еще раз хотела бы подчеркнуть, что такие документальные свидетельства о их существовании, но имеется в виду предъявленные свидетельства, то есть шерсти, в общем-то, которая действительно принадлежит этому снежному человеку, они являются фальсификацией. Но, опять-таки, определить очень сложно, является ли она фальсификацией, действительно принадлежит снежному человеку. Таких документальных свидетельств, которые тоже точно могут сказать о том, что эти люди сейчас существуют, нет. Да, документальных свидетельств нет, вот таких вот научных, скажем, свидетельств нет, но верить-то Очень хочется, согласитесь, все это чрезвычайно интересно, и поэтому эта вера продолжает сохраняться, и исследователи до сих пор пытаются найти и доказать существование вот этих снежных людей, кем бы они ни были. Но если они, конечно, были телепатами, тогда их будет найти сложнее. Тогда их будет найти сложнее. Но сегодня мы с вами поговорим о второй, связанной с проблемами эволюции, достаточно развитой, особенно в последние годы, полемике, которая ведется уже и на страницах периодических изданий. И эту полемику можно найти на громадных количествах сайтах в интернете, и эта полемика идет и в средствах массовой информации. Это полемика, которая сталкивает двух непримиримых, две непримиримые стороны. Это эволюционисты и креационисты. И, наверное, проблема происхождения человека, это та самая арена, на которой вот это вот столкновение наиболее яркое, наиболее отчетливое, наиболее выраженное. И надо сказать, что если, допустим, несколько десятков лет назад можно было совершенно спокойно отмахнуться от вот этой полемики, от вот этих притязаний креационистов на некоторую, так сказать, истину своих рассуждений, то сейчас дело становится все сложнее и сложнее в связи с тем, что появилось новое направление креационизма, очень бурно развивающееся в последнее время. Это проблема, это точнее направление научного креационизма, когда люди, которые также не лишены широкого биологического кругозора, которые владеют современной научной информацией, пытаются проанализировать и не с позиции теории эволюции, не с позиции постоянного изменения видов и формирования новых видов, а с позиции креационистических взглядов, с позиции постоянства видов, их неизменности и сотворения, соответственно, одномоментного сотворения мира. И надо сказать, что во многих случаях их доводы выглядят иногда убедительными, иногда сомнительными. Но нам кажется, что необходимо в завершении нашего цикла лекций, посвященных эволюции человека, осветить и эту проблему, и взгляды, скажем так, людей, и исследователей, которые стоят на противоположных позициях, чем те, которые мы высказывали на протяжении всего нашего телекурса. Итак, давайте посмотрим с вами наш первый слайд. Это вот такая, скажем, заставка, которую очень часто можно встретить в различных изданиях, которые связаны с проблемами эволюции человека и, в частности, креационистического толкования этой эволюции человека. Мы видим изображение... Да, эволюция человека, в частности, развитие человека имеется в виду, то есть изменение человека. Совершенно верно, даже не эволюция человека как таковой, потому что креационисты отрицают эволюцию. Как таковую, да? Да, совершенно верно. А именно вот с позиции развития человека. И на данном случае представлено, я так понимаю, что австралопитеки, написано, собственно говоря, ложь, что австралопитеки не являются нашими предками. То есть они, в принципе, не могут являться по данной теории, поскольку тогда бы эта теория предполагала развитие. И самое интересное, что одной из отправных точек многих рассуждений креационистов является то, что они ставят под сомнение саму правильность реконструкции, палеореконструкции и антропологических реконструкций, заявляя о том, что, в общем-то, те объекты, которые реконструируют современные антропологи, палеоантропологи, выглядят совершенно иначе, чем то, что они пытаются сделать. И, кстати говоря, не зря мы здесь с вами показали австралопитеков, потому что эта группа предков человека вызывает одни из самых оживленных нападок с стороны креационистов. Поскольку действительно австралопитеки, они занимают несколько промежуточные положения между людьми и между обезьянами, до сих пор еще не пришли к общему мнению, действительно ли у них было прямохождение в окончательной форме, или же все-таки они передвигались на четвереньках. Еще раз хотелось бы отметить, что когда палеонтологи находят, соответственно, кости, то находят представителей древних форм человека, в частности, то они находят какие-то остатки, скелеты. Это может быть какая-то отдельная кость, это может быть челюсть, относящаяся к определенному промежутку времени. Вот по этой челюсти или по этим отдельным костям, которые, в принципе, могут быть разбросаны, и на расстоянии даже нескольких километров. Нужно воссоздать полный облик этого, нужно сначала определить, принадлежат ли они одному существу, и воссоздать общий облик этого существа. Действительно, это сделать очень сложно. Да, и надо сказать, что очень часто даже классические вот такие работы, выполненные по воссозданию облика какого-то найденного древнего животного, они могут взять совершенно разнообразное толкование. На одной из прошлых лекций мы с вами говорили о том, что на основании одного и того же черепа неандертальца его можно реконструировать либо так, либо так. То есть, придать ему более, скажем, черты, свойственные обезьянам, или более черты, свойственные человеку. Поскольку череп прилежал достаточно долго, он деформирован, естественно, воссоздать по этому черепу, в общем-то, прикрепить к нему мышечные волокна, воссоздать общий облик данного индивидуума достаточно сложно. Все это зависит от квалификации данного специалиста. Да, и мы как раз с вами говорили, что существует четкий научный метод Герасимова, разработанный наш с вами соотечественником, который позволяет по черепу достаточной степени точности реконструировать внешний облик некогда существовавшего человека. Но, естественно, и даже у такого научного метода существуют какие-то свои своеобразные изъяны, потому что, да, внешний облик человека Герасимову удавалось воссоздать достаточно точно. Но, как правило, если в том случае череп достаточно хорошо сохранился, если же череп деформирован, если же, тем более, он относится не к человеку, к какому-либо другому виду, у которого могли быть совершенно свои специфические анатомические черты, свои специфические какие-то расположения мускулатуры, как челюстной, так и мимической мускулатуры, что, естественно, делает вот эту реконструкцию внешнего облика древних человекообразных животных значительно более сложной задачей и, естественно, более дискуссионной результаты вот такой реконструкции. И очень часто бывает, что, как мы уже говорили, череп бывает неполным, фрагментированным, или какие-то только отдельные фрагменты этого черепа. Тогда эта реконструкция еще более усложняется. Очень часто бывает так, что находки находятся в разных местах, и они, в общем-то, исследователи долгое время доказывают, что эти находки принадлежат одному существу, что немаловажно. А очень, такой, скажем, подарок креационистам был сделан в свое время очень всем известным громким делом, о котором мы уже с вами говорили в одной из прошлых лекций, делал, так называемый, пилдаунского человека. Надо сразу сказать, был найден череп, относящийся достаточно к древнему времени, где-то, в общем-то, более миллиона лет он датировался. И, как мы здесь видим, череп напоминал очень человека современного типа, а челюсть у него была обезьянья. То есть получалось, что вот такой прародитель человека современного типа, который имел мозг человека современного типа, а челюсть обезьянья. Ну, то есть, соответственно, с какими-то определенными примитивными чертами. Пилдаунское дело оказалось в фальсификации, поскольку сама по себе черепная коробка была человеку, умершего где-то около 500 лет тому назад, впоследствии было выяснено. А вот эта вот челюсть оказалась орангутанга, который умер совершенно недавно. Да, причем... Челюсть был искусственно состарен, и поэтому, в общем-то, ученых он поставил в такой длительный тупик. Причем до сих пор до конца непонятно, кто же автор вот этой фальсификации. Но наличие уже вот того, что одна из когда-то таких, имеющих краеугольное значение для антропологии находок, вот эта пилдаунская находка, которая, если вы откроете, допустим, учебники 40-х годов, даже начала 50-х, то там пилдаунский человек стоит на таком незыблемом постаменте и доказывает незыблемость вот этой теории эволюции, изменчивости и формирования человека современного облика. То есть в то время, когда жили австралопитеки, очень напоминающие обезьян, в принципе, по этой теории, если считать, что пилдаунский человек был не фальсификацией, жил человек, напоминающий человек современного типа. Да, ну то есть как бы было искусственно создано некое такое промежуточное звено между обезьяной и человеком, то есть как бы такой сочлененный череп, состоящий из и тех, и других фрагментов. Конечно, вот наличие вот такой находки, главное потом развенчание всего вот этого некогда существовавшего такого идеального варианта переходного звена, оно сыграло, конечно, прежде всего на руку антиэволюционистам, которые, естественно, не применули и до сих пор пеняют антропологов тем, что, ну, если прецедент существует, то вы докажите, что все остальные ваши находки хоть в какой-то степени отражают проблему эволюционного становления человечества. И поэтому пилдаунское дело, конечно, это одно из, так скажем, таких позорных камней, точнее, позорных фактов современной антропологии, и действительно антропологам пришлось признать, что это подделка, и долгое время они выстраивали все свои гипотезы на ложных фактах. Надо сказать, что не только пилдаунский человек подвергается критике. Последние годы, как мы говорим, научный критационизм достаточно активно и не всегда беспочно критикует вот все те эволюционные построения, о которых мы с вами говорили на прошлых лекциях. И критике подвергаются практически все основные, ключевые, компоненты вот этой эволюционной теории возникновения человечества. Начнем с того, что прежде всего наибольшей критике подвергаются наиболее близкие предковые формы к линии эволюционной линии человека. Это южные обезьяны или австралопитеки. Давайте обратим внимание на наш слайд, где представлен череп австралопитека и череп шимпанзе. Как мы здесь видим, что действительно черепа, в общем-то, значительно похожи друг с другом. И действительно, австралопитеки анатомически сходны с обезьянами, но при этом у них наблюдается прямохождение. Надо сказать, что действительно наблюдается отчетливое сходство между черепом шимпанзе и черепом австралопитека. При этом, надо сказать, что действительно по форме черепа есть определенные такие сходные моменты. Что, естественно, дает креационистам возможность утверждать, что на самом деле австралопитеки это никакие, скажем так, формы, которые относятся непосредственно к линии эволюции человека. А всего лишь навсего обычные древние обезьяны, которые жили, соответственно, в районе 2-3 миллионов лет назад. И ничего особенно выдающегося, что позволяло бы говорить о их участии в самом эволюционном стволе человечества, нет. И вот в качестве одного из аргументов приводится прежде всего форма черепной коробки. Ну, нужно еще отметить, что одно из отличительных качеств в данном случае будет строение самой челюсти, поскольку челюсть человека, она довольно сильно отличается от обезьяни челюсти. И скорее у австралопитеков челюсть, скорее напоминающая обезьяню, но с уклоном в человека. Отличие, в первую очередь, связано с тем, что у обезьян ряды зубов располагаются параллельно. У человека они образуют как раз дугу. Кроме этого, у обезьян присутствуют достаточно развитые клыки, причем у самцов клыки более выражены, чем у самок. У человека клыки развиты гораздо меньше, чем у обезьян. А у обезьян еще существует, так сказать, не отверстие, а скорее такая выемка, которая носит название диастема, как раз для верхних клыков. Если мы будем брать человека, то клыки у них не так выражены, естественно, как у обезьян. И кроме этого, у женщины и мужчины они отличаются, у мужчин они более выражены. Это связано просто с тем, что размер мужчин превышает размеры женщин. То есть это с пропорциями тела связано. У обезьян это довольно сильно выраженный такой морфологический признак в сторону самцов. А если же мы будем смотреть челюсть австралопитеков, то у них, конечно же, она скорее всего напоминает обезьяню, но все-таки имеется более выраженная дуга по сравнению с обезьянью челюстью. Кроме этого, естественно, у них не так выражены клыки, как у обезьян. Да, и надо сказать, что существует еще несколько признаков, которые связаны с формой бугорков на коренных зубах. Это, как вы совершенно правильно сказали, это и диастема между клыками и резцами, которые характерны для обезьян. А еще несколько признаков, которые говорят о том, что мы перед собой имеем челюсть обезьяны или челюсти уже, так скажем, человека. Так вот, при всем внешнем сходстве австралопитеков по форме черепа с черепом шимпанзе, все-таки говорить о том, что австралопитеки это аналоги современных шимпанзе не приходится. Потому что именно по строению челюстей, по строению зубов австралопитеки демонстрируют некоторый уже уклон, движение в сторону вот этой морфологии, близко к морфологии человека. Это очень хорошо показано на примере достаточно хорошо сохранившихся челюстей афарского австралопитека или, соответственно, австралопитеку сафарензис, который в настоящее время ставится в основание вообще древа, эволюционного древа, приведшего к формированию человека, и которые были открыты в 70-е годы экспедиции Джохансона. И всем хорошо известны самка афарского австралопитека, это так называемые люси или люси. Так вот, если говорить вот об этой вот самке афарского австралопитека, то и она не избежала достаточно жесткой критики креционистов. Давайте посмотрим с вами на слайде. Вот на слайде мы с вами видим фотографию останков люси, они представлены справа. И надо сказать, что останки афарского австралопитека, они еще уникальны тем, что это один из наиболее полных сохранившихся скелетов примитивных ранних австралопитеков. Да, и надо сказать, что изучение скелета, которое было проведено Джохансоном и Уайтом, первооткрывателями, антропологами, которые занимались, собственно говоря, нашли этот скелет, его долгое время изучали, они пришли к выводу, что люси, она уже обладала прямохождением. В то время как исследователи, относящиеся к школе креционизма, они утверждают, что при таком строении скелета, который существует у люси, она не могла ходить, соответственно, осуществлять двуногое прямохождение, а могла перемещаться только на четырехконечности. То есть, опять-таки, возвращаемся к тому, что по утверждениям креционистов, австралопитеки это всего лишь навсего просто обычные человекообразные обезьяны, которые ничем не отличаются от современных горилл или шимпанзе. Ну, соответственно, шимпанзе это такие грациальные типы австралопитеков, а гориллы это такой робустостные австралопитеки. И, например, вот тот череп, который изображен рядом со скелетом люси, давайте еще раз вернемся к нашему слайду, это также один из очень известных черепов австралопитеков, который был найден. То, что это он принадлежит всего лишь навсего древнему шимпанзе или такому древней обезьяне, очень похожему на шимпанзе, просто находящийся, скажем, в ранних стадиях антогенеза, то есть это некий детеныш. И характерного для всех современных человекообразных обезьян гребня на теменной затылочной области, ну, на теменной прежде всего, не видно просто потому, что это еще младенец, это еще ребенок, и поэтому вот этот гребень, он еще до сих пор не вырос. Это вот таким образом креационисты объясняют отсутствие такого примитивного признака, примитивного обезьянного признака, как наличие гребня на темени, объясняет всего лишь навсего то, что это особи, относящиеся к такому ранним стадиям развития. Либо можно было, можно объяснить с другой точки зрения, что, в общем-то, древние обезьяны, они не имели вот этого, собственно говоря, гребня на черепе. Да, ну тут надо сказать, что, в принципе, наверное, и сами антропологи, которые занимаются поиском древних людей, сами подогрели очень во многом вот все эти рассказы, точнее, всю эту волну критики, которую накатывает на современную антропологию, прежде всего, палеоантропологию. Дело в том, что очень, скажем, слишком много было ажиотажа вокруг поиска того самого недостающего звена, того самого переходного звена между обезьянами и человеком, которое возникло после публикации Дарвина работы о проблемах происхождения человека. Все кинулись искать вот это недостающее звено, и поиск этого недостающего звена очень часто приводил к появлению, как мы с вами видим, пилдаунского дела фальсификации, сам натуральный, или же находок, которые, в общем-то, до сих пор подвергаются определенной критике, хотя уже стали классическими. Ну, при этом, вот, поиск этого недостающего звена, это вообще, в принципе, одно из таких краеугольных проблем современной палеонтологии и эволюции. Дело в том, что нельзя там четко выделить переходное звено, допустим, между птицами и рептилиями, между млекопитающими и рептилиями, что, да, вот это действительно предок всех млекопитающих, вот это предок всех птиц, а вот это вот переходные звена, сочетающие в себе черты обезьяны и человека, вот именно в той пропорции, которой нужно. И как раз отсутствие вот этих переходных звеньев — это и есть то самое слабое место эволюционной теории, которое и моментально подвергается критике со стороны креационистов, которые утверждают, что никаких переходных форм нет и быть не может, просто по той простой причине, что их никогда в жизни не было. Все было сотворено один раз и навсегда, и в дальнейшем мы имеем только процесс вымирания видов. И поэтому, если мы откроем те же самые работы креационистов, то там указано, что первоначально было создано 6 или 8 или 12 тысяч видов обезьян. А затем, в процессе развития жизни, большая часть из них вымерла. На сегодняшний день осталось там в районе 120. Это всего лишь навсегда демонстрирует нам процесс вымирания по совершенно разнообразным причинам. И те останки, которые находят палеонтологи, палеонтропологи, это всего лишь навсегда останки вот тех самых древних обезьян, которые жили в то время. И как раз вот эти австралопитеки, хомохапелис, то есть человек умелый, который действительно отчасти напоминает нам австралопитека, все это были, так сказать, остатки от тех обезьян, которые жили в то время. Да, совершенно верно. И новые находки, которые, опять-таки, демонстрируют креационисты, например, когда по некоторым данным нашли, соответственно, нашли человека, мальчика, напоминающего человека современного типа, датируется 800 тысяч лет тому назад. То есть это где-то около 1 миллиона лет тому назад, тогда, когда еще у нас был человек умелый, собственно говоря, довольно примитивного строения, нашли, опять-таки, вот череп или же какие-то останки мальчика 12 лет, напоминающего человека современного типа. Действительно, есть ли это на самом деле, но это нужно, в общем-то, рассматривать. Да, ну и, естественно, это подразумевает то, что одновременно со всем вот этим вот садом и демом, состоящим из 6 тысяч видов обезьян, по всей вероятности, там, нескольким десяткам тысяч видов других представителей животного мира, в том числе динозавров и так далее и тому подобное. Одновременно, нет, не одновременно, а на следующий день был создан человек, и существует человек долгие миллионы лет, существовал параллельно со всеми вот этими вымершими формами. А поскольку и одна из таких критик заключается в том, что мы пока еще не смогли найти этого человека, существовавшего вот в то самое время, которое указано креационистами. Да, по всей вероятности. Потому что находки действительно пока еще, ну, в смысле, находок еще недостаточно, например. Теперь давайте посмотрим, значит, мы сейчас немножко с вами оценили критику, которая осуществует, осуществляется в сторону австралопитаков. Теперь перейдем к следующему звену, который считается незыблемым, таким краеугольным камнем современных построений, связанных с эволюцией человека, это Homo habilis, или человек умелый. Давайте обратим внимание на наш слайд. Здесь показана челюсть непосредственно Homo habilis. И как мы здесь видим, во-первых, конечно же, челюсть не напоминает такую классическую дугу, которая имеется у человека, но все равно она более дугообразна, чем челюсть обезьяны. И, как мы здесь видим, отсутствие клыков, которые очень сильно выражены у обезьяны. Кроме этого, мне, конечно, хотелось бы сказать, что у человека умела все-таки объем черепной коробки больше, чем у обезьян. Что свидетельствует о том, что это вряд ли, в общем-то, обезьяна сама по себе. Креационисты утверждают, что человек умелый – это та же самая обезьяна. Они базируются, во-первых, на форме представленной здесь челюсти. Да, действительно, дуга не такая выражена, как, например, у тех же самых шимпанзе, но все-таки сохраняется общая, скажем так, вытянутая форма челюсти. Да, сохраняется вытянутая форма челюсти, какая как раз у шимпанзе, а вот дуга нет, как у человека. Да, 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 совершенно верно. Вторая критика заключается… Вторая критика базируется, прежде всего, на том, что остатки каких-либо таких скелетов хомо-хабилиса полных не найдены. Близкий к хомо-хабилису вид хомо-родольфензис был проанализирован, и вот мы сейчас видим с вами, в частности, остатки хомо-родольфензис в виде набора костей, и часть исследований склоняется к тому, что он не обладал прямохождением. Естественно, этот тезис был сразу же подхвачен креационистами, и по их постулату хомо-хабилис является точно такой же обезьяной, как и, допустим, австралопитек. И использование хомо-хабилисом каких-либо примитивнейших орудий труда трактуется очень просто. Ну да, действительно, обезьяна использовала орудий труда. Что мы не знаем, использование орудий труда у шимпанзе, да зачастую, пожалуйста, это сколько угодно. И, возможно, и хомо-хабилис тоже использовал орудий труда. Да, обезьяна, но, может быть, немножко умнее, чем шимпанзе. Почему не существовать такому виду? Возможно, он действительно такой вид и существовал. Вот такая… Но никакого отношения к человеку он не умеет. Никого отношения к человеку он не имеет. И, естественно, он является всего лишь навсего определенным существующим видом. А вот дальше начинаются значительно более интересные вещи, которые связаны непосредственно тем, что, как правило, если мы возьмем всю современную выстроенную концепцию эволюции человека, окажется, что у нас есть астралопитеки, есть хомо-хабилис, как некое начальное звено, дальше идет… раньше очень ставили… вот за хомо-хабилиса ставили хомо-эректуса или человека прямоходящего, и дальше шел, допустим, неандерталец и человек современного типа. Потом наука удалось установить, что хомо-эректус, то есть человек прямоходящий, существовал одновременно уже даже с неандертальцами и дожил до очень глубокого времени. Поэтому вот именно поздние эректусы не могли быть ни в коем случае предками современного человека. При этом нужно сказать, что как эректусы, так и неандертальцы – это группы были очень разнородные. Естественно, сами по себе, без всякого сомнения. Существовали какой-то определенный промежуток времени опять-таки совместно, поэтому вот креационисты за это и схватились. Да. Так вот, креационисты утверждают следующее, что да, вот были обезьяны, к ним относят и всех современных австралопитеков, и хомо-хабилиса, а вот дальше, дальше существуют все остатки, которые трактуются современным антропологам, как остатки, относящиеся к хомо-эректусу, к хомо-неандертолензису и к хомо-сапиенсу карманьонского типа. Это все уже человек современного типа. Это просто человек. Да, это просто человек, но различные его расы. Совершенно верно. Различные расы человека. Или подвиды этого человека. Как как угодно. Потому что такую вот некую границу между обезьянами и человеком креационисты ставят, ну, кстати говоря, как и эволюционисты очень во многом, на прямохождение. То есть, потому что вот это все четвероногоходящее, а человек это двуногоходящее существо, и значит все эректусы, все неандертальцы, все кроманьонцы, это есть суть человек. И этот человек существует уже миллионы лет, и в частности, одна из доказательств, точнее, и дальше приводится достаточно большой набор различных доказательств. Одно из этих доказательств заключается в следующем, что не так давно, в научных журналах и в околонаучных журналах появилось сообщение о том, что были найдены якобы останки хомоэректусов, то есть человека прямоходящего, такого яванского типа, вместе с примитивными постройками, которые вполне возможно могли служить, уже были приспособлены для плавания по различным водоемам. Давайте с вами посмотрим на слайде. Вот мы видим с вами материал из этой статьи, опубликованный, где приводится череп, принадлежащий, без сомнения, хомоэректусу, и статья, которая называется «Древние мореплаватели», которая рассказывает как раз о вот этих вот очень своеобразных находках. В таком случае действительно получается, что человек, что хомоэректусы, обладали уже значительно более развитой, даже можно сказать, какой-то элементами материальной культуры, чем приписывалось им до этого. А давайте обратим внимание еще на следующий слайд. Здесь показан так называемый мальчик из Туркана, это как раз тоже хомоэректус. Возраст его датируется 1,6 миллионов лет. Мальчик был датирован, мальчику 12 лет. Как мы здесь видим, он сочетает следы современного человека плюс со следами неандертальца. Да, и получается, что как раз 1,6 миллионов лет назад, это как раз то самое время, когда должны были существовать человек прямоходящий. Да, человек хомоэректусы, где еще в то время существовали еще и австралопитеки. То есть получается, что во время существования так называемых обезьян были уже люди современного типа. Вот как раз это одна из иллюстраций к этому тезису. Да, надо сказать, что действительно у этой находки очень своеобразная судьба. Действительно, эта находка говорит о том, что существовали... Точнее, до сих пор она вызывает очень бурные споры. Непонятно, что же это за существо такое. Во-первых, очень бурные споры. Во-вторых, опять-таки, датировка. Точная ли датировка? То есть действительно, этой находке 1,6 миллионов лет. Или может быть, она раньше? Да, вот это очень, кстати говоря, очень важный аспект, который чрезвычайно важный, который очень часто не учитывается креационистами. Дело в том, что современные способы датировок палеонтологического или палеонтропологического материала, они не настолько точны, как нам хотелось бы. Разброс, который дает, допустим, радиоуглеродный метод или какие-либо другие методы, он достаточно велик. И, может быть, для эволюции вида как такового, то есть, например, если мы датируем кости динозавров, и разброс в 100-200 тысяч лет не может быть не так и важны. Но когда вот такой разброс получается, допустим, при радиоуглеродном анализе предков человека, естественно, здесь сразу возникает очень множество вопросов. И вполне возможно, очень многие проблемы связаны с появлением таких удивительно древних находок людей современного типа. Причем в единичном виде. Единичном, да, в единичном виде. Хотелось бы приткнуть, что это не массовое появление вот этих мальчиков, так сказать. Мальчиков Индиго. Да, датировка 1,6 миллионов лет тому назад. Или такого рода людей. А вот именно единичный случай. То есть, получается, что у вас вполне возможно, что это может быть даже где-то и фальсификация какая-то определенная? Ну, насчет фальсификации тут вряд ли. Но возможно, что это просто какие-то несовершенства методов датировки, которые, еще раз хочу подчеркнуть, что оставляют желать лучшего. И точные датировки, к сожалению, дать достаточно сложно. Это очень трудоемкий процесс. То есть, материала должно быть гораздо больше, чем тот, который сейчас имеется. Да, совершенно верно. Ну и вот этот вот мальчик из Таркана, соответственно, вот этот вот пятикантроп Индиго, он до сих пор является, с одной стороны, козырем в руках креациониста, с другой стороны, действительно, антропологи точного ответа на этот поставлен достаточно жесткий вопрос, что же это за существо, до сих пор дать не могут. Хотя можно предположить, например, ответить теми же самыми, в общем-то, теми же самыми козырями, которые креационисты утверждают о том, что, допустим, то же самое Бэби из Туанга – это всего лишь на всего молодой шимпанзе. Это известная находка Дарта, связанная с астралопитеками. То есть, здесь можно сказать, что если это существо-ребенок, то у ребенка проявились просто более грациальные черты, что характерно, в принципе, для более ранних стадий формирования любых живых организмов. И, естественно, так как это ребенок, то у него проявились черты, скажем, более продвинутые, более грациальные. Если мы возьмем, допустим, тех же самых младенцев человека, то у них сам череп более покатый, чем, например, у взрослых людей. Вполне более выпуклый лоб. Они сами имеют более плоское, скажем, более вертикально поставленное лицо, и потом он уже только немножко удлиняется. Вполне возможно, что вообще изменяются общие пропорции тела по мере взросления. Вполне возможно, что вот такие детеныши или дети пятикантропов, хомоэректусов, также обладали некоторыми чертами, которые впоследствии стали уже характерны для, скажем, более продвинутых людей. Кстати говоря, недаром существует теория своеобразного неотенического развития человека, который... С длительным подростковым периодом. С длительным подростковым периодом, да, который в последние годы, кстати говоря, становится все более и более популярным. Смущает здесь еще одно, что рост вот этого мальчика из Туркана, он достигает 180 сантиметров, что, в общем-то, для хомоэректусов не слишком характерно. Ну, хомоэректусов нельзя сказать, чтобы не были совсем карлики, но вполне возможно, что вот какие-то варианты аномального роста. То есть, либо это артефакт, либо ошибки датировки, но так или иначе, либо креационисты права. То есть, вот здесь как бы есть несколько вариантов, а единого ответа пока не существует. Ну, в общем-то, нужно найти еще какое-то количество индивидуумов вот из этого же культурного, из этого же слоя, в таком случае можно уже сказать точно. Да, совершенно верно. То же самое, кстати говоря, те же самые нападки осуществляются и в сторону неандертальца. Давайте посмотрим с вами на наш слайд. Ну, с неандертальцами, можно сказать, еще хуже, поскольку более поздние формы оказались более грациальными по сравнению с классическими неандертальцами, которые такие довольно массивные. Да, и неандертальца, естественно, креационисты ставят в ряду человека. Ну, кстати говоря, многие антропологи сами этого не отрицают. И, естественно, с точки зрения креационистов, неандертальц – это обычный человек, просто, ну, вот определенные, скажем так, расовые принадлежности. Но, еще раз хочу подчеркнуть, что ряд антропологов также считает, что неандертальц – это всего лишь на все подвид человека разумного, а не отдельный вид. И здесь, скажем так, точки зрения креационистов и эволюционистов в последние годы совпадают практически полностью, за исключением того, что, как я уже сказал, ряд школ антропологов, все-таки, считает неандертальц отдельным видом, который ничего общего не имел с основной линией эволюции человека и был либо вытеснен, либо ассимилирован. В общем, так или иначе, был вытеснен человеком разумным, о чем мы уже достаточно много с вами говорили. И, наверное, в заключении хочется сказать об некоторых таких находках, которые имеют явное такое значение артефактов, чрезвычайно интересных и необъяснимых до сих пор. Давайте с вами посмотрим на слайде. Это находки одной из челюстей, которая, без всякого сомнения, принадлежит человеку современного типа, который мы видим сверху. Как раз я хотела бы обратить внимание на дугу в этой челюсти, то есть она сразу отличается от шимпанзе? И возраст этой челюсти оценивается в 2,5 миллиона лет. А также найденную, застрявшую в окаменевшей кости иголку, явно выполненную человеку, может, достаточно умелым, возраст которой тоже в районе 1 миллиона лет. И вот эти находки, естественно, также подливают масло в огонь и дают лишний повод креационистам утверждать о том, что действительно человек был создан и создан один раз, и существует неизменно на протяжении уже такого длительного периода времени. Потому что если такая челюсть найдена, то это челюсть, которая соответствует приблизительно времени существования австралопитеков и хомо-хаббелиса. И когда, естественно, никакой человек разумно существовать еще не мог по представлениям эволюционистов. Но мне кажется, что так или иначе на чью позицию становиться, на позицию эволюционистов, которые утверждают, что мир изменяется и все живое эволюционирует, или на положение креационистов, которые утверждают, что мир неизменен и происходит только вымирание видов из некогда более существовавшего громадного разнообразия. Это, наверное, дело каждого и зависит и от его убеждений, и от его знаний. Но так или иначе, мы имеем достаточно большое количество разнообразного материала, который связан с доказательством того, что существовали какие-то формы переходные между обезьянами и человеком. Мы можем выстроить некоторую последовательность. Некую эволюционную такую линию, в общем-то, эволюционную линию, и даже вот какие-то все-таки промежуточные формы, они имеются. Совершенно верно. Она, естественно, не полная и будет дополнена впоследствии. А на сегодня наше время истекло. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.